Вечером 30 июля в социальных сетях появились сообщения от горожан, что из крана с горячей водой течет непонятная масляная липкая жидкость. Отмыть ее можно было только растворами с кислотой. Пахнет машинным маслом в аварийке и пара силовой работники, как и мы, в шоке. Ребята, это смахивает на диверсию. Как эта отрава могла попасть в трубы? Ребенок пошел мыться, вылез через пару минут, сказал, что вода жирная и пахнет рыбой. Десятки подобных сообщений заполонили соцсети. На следующий день вода уже пришла в нормальное состояние. Однако вопросы, что это была за жидкость и насколько она опасна, так и остались. За комментарием мы обратились в АО «Обеспечение Рафиацвнеев». Горячая вода – это их зона ответственности. Скорее всего, у нас источник был на ТЭЦ. Мы после ремонта включали аккумуляторный бак с горячей водой. У нас на ТЭЦ два бака. И как раз в этот день мы начали его после ремонтных работ вводить в эксплуатацию и пускать в работу. Этот бак – цилиндрическая емкость высотой 10 метров, в которой хранятся запасы воды. Вода выделяет кислород – один из главных врагов теплосетей, поскольку приводит к коррозии. Все нормативные документы предписывают использовать защиту сетей от кислорода и не допускать заражения воды. Сами аккумуляторные баки имеют связь с атмосферой. Для того, чтобы этот кислород из атмосферы не попадал в эту воду, не заражал ее кислородом, мы применяем герметизирующую жидкость, так называемую герметика АГ-4И. Какая-то небольшая часть герметика попала в насосы, а затем в трубы. В основном пострадали жители улиц Силкина и Куйбышева, которые в этот момент включили горячую воду. Жильцы, отсутствующие вечером в пятницу дома, даже не заметили, что с водой было что-то не так. Изготавливают этот герметик в Рязанской области, в городе Шацк. Там еще есть паспорт безопасности, который говорит, что это вещество безопасное. И меры безопасности, которые даже при попадании в глаза и на кожу, это просто промыть с теплой водой, смылом. Все, больше никаких мер безопасности не требует. Это безопасное вещество. Официального заключения от Центра гигиены и эпидемиологии еще нет. Но, по предварительным данным, нефтепродуктов в воде не обнаружили в тех пробах, которые взяли, попав в одну из квартир пострадавших. Результаты развернутого анализа обещают опубликовать. Со своей стороны, обеспечение проведет расследование причин аварии и запланирует мероприятие, чтобы исключить подобные случаи в будущем. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.